Недавно мы рассказывали о нашем новом конструкторе из серии Техномир, о тучке. Давайте же ее собирать. Сперва давайте припаяем на молнию резистор, сопротивление в 47 Ом. Чтобы его найти, посмотрим на его цветные кольца. У этого резистора желтое, фиолетовое, черное и золотое кольцо. Сгибаем выводы, вставляем на отведенное для него место и припаиваем. Резисторы полярности не имеют, так что можно вставлять их на плату любой стороной. Откусываем выводы, не забывая придерживать их, чтобы они не отлетели в сторону и ни в кого не попали. Шаг 2. Припаиваем на молнию светодиоды с прозрачным корпусом. И вот здесь внимательно, светодиоды уже имеют полярность. Длинный вывод у них – это плюс. Плюс также указан на плате. Совмещаем их и вставляем до упора. Загибаем лапки и припаиваем, после чего откусываем выводы. Проделываем эту операцию со всеми светодиодами на молнии. Шаг 3. Переходим к тучке и устанавливаем на нее резисторы. Важно установить резисторы на свои места, иначе устройство не заработает. Для начала ищем резисторы на 20 кВм. У него на корпусе красное, черное, оранжевое и золотое кольцо. Припаиваем его на свое место. Далее резистор на 10 кВм. У него на корпусе коричневое, черное, оранжевое и золотое кольцо. Припаиваем. У нас осталось 3 одинаковых резистора на 47 кВм. С желтым, фиолетовым, черным и золотым кольцом. Припаиваем их на свои места. Шаг 4. Устанавливаем выключатель. Он позволит нам легко включать и выключать тучку. Далее ставим кнопку. С ее помощью мы сможем выбирать режимы работы. Шаг 5. Припаиваем подстроечный резистор. Благодаря ему мы сможем настроить уровень освещения, при котором включится тучка. Шаг 6. Припаиваем гребенку. Она устанавливается в плату стороной с короткими выводами. Шаг 7. Припаяйте фоторезистор. Фоторезистор не имеет полярности, так что устанавливаем его любой стороной. Фоторезистор меняет свое сопротивление в зависимости от уровня освещения. И именно с его помощью контроллер сможет определить, насколько темно в комнате. Шаг 8. Припаиваем конденсатор. Для того, чтобы определить его полярность, посмотрим на боковую сторону. У одного из выводов можно увидеть обозначение минуса. Отлично. Минус мы нашли, значит второй вывод это плюс. Устанавливаем конденсатор в плату, соблюдая полярность. Шаг 9. Припаиваем синие светодиоды. Будьте внимательны и устанавливайте их только на отведенные места. Полярность вы уже умеете определять. Длинный вывод это плюс. Так что припаиваем. Шаг 10. Устанавливаем панельку для микросхемы. Обратите внимание на вот эту выемку. Она называется ключ. Ключ на панельке и его изображение на плате должны совпадать. После того, как все проверили, припаиваем. Шаг 11. Припаиваем отсек для батарейки. Как и в предыдущем шаге, ориентируемся на рисунок на плате. Важно установить отсек правильно. Шаг 12. Устанавливаем микросхему. Она просто вставляется в панельку. Главное совместить ключ на панельке с ключом микросхемы. Вставляем до упора. Шаг 13. Припаиваем оставшиеся светодиоды. Предварительно сгибаем их, чтобы они смотрели вниз. Кроме того, постарайтесь припаять их в шахматном порядке. И не забывайте про полярность. Шаг 14. Удалите пленку с динамика. После чего приклеите его на предназначенное для его место. Красный провод – это плюс. Припаиваем его к соответствующему контакту. После этого припаиваем минус. Шаг 15. Припаиваем гребенку. Она устанавливается в плату стороной с короткими выводами. Шаг 16. На гребенку припаиваем молнию. Не забываем, что сейчас мы видим тучку сзади, а значит светодиоды смотрят от нас. Шаг 17. Убедитесь, что выключатель на тучке находится в положении OFF, после чего установите батарейку. Обязательно соблюдайте полярность. Плюс должен быть сверху. Ну что же, первое включение. Давайте еще раз проверим правильность установки основных элементов. Ключ микросхемы смотрит влево. А плюс батарейки на вас. Все верно, включаем. Нажимаем кнопку демо. Светодиоды замигают, а молнии начнут сверкать. Если что-то не заработало, проверьте правильность установки всех элементов. В частности, полярность светодиодов. Если что-то не так, выпаиваем и впаиваем обратно. Но уже как положено. Мы увидели, как тучка работает в ручном режиме. Давайте теперь настроим автоматический режим работы. Установить уровень освещения, при котором будет включаться тучка, можно при помощи подстроечного резистора. Для этого поверните движок резистора по часовой стрелке до упора. Далее включите свет в комнате. И медленно вращайте движок подстроечного резистора против часовой стрелки до момента, пока тучка не сработает. Именно при таком освещении, как сейчас у вас в комнате, тучка теперь и будет включаться. Давайте теперь включим звуковую индикацию, имитирующую раскаты грома. Для этого нажимаем и удерживаем кнопку демо около 5 секунд до появления звукового сигнала. Теперь при каждом срабатывании тучки будет раздаваться звуковой сигнал. Выключить звук можно точно таким же образом. Удержать кнопку демо 5 секунд. Теперь о том, как запустить игру. Нажимаем и удерживаем кнопку демо около 2 секунд до момента, пока не загорятся все светодиоды. Игра запустилась. Если с двух сторон светодиоды загорелись симметрично, нужно нажать на кнопку демо. Если светодиоды загорелись несимметрично, нажимать не нужно. При правильном ответе загорится молния. При неправильном прозвучит звуковой сигнал. Чтобы выйти из игры, снова удерживайте кнопку демо около 2 секунд. Давайте поговорим о креплении тучки. Ее можно либо подвесить на ленточке, либо закрепить на холодильник при помощи специального крепления. Для этого вставьте гребенки с обратной стороны тучки, короткой стороной в плату. После чего припаяйте. Приклейте магнитную ленту на крепление, предварительно удалив с нее защитную пленку. Припаяйте гнезда, после чего откусите контакты у самого основания, чтобы они не царапали поверхность. Магнит должен выступать над контактами. Теперь просто вставляем крепление в колодки и все, можно крепить на холодильник. Кстати, если вы знакомы со средой программирования Arduino IDE, вы можете перепрограммировать тучку и самостоятельно писать программу, по которой она будет работать. Это не обязательно для данного набора. Скорее даже это информация для самостоятельного изучения. У нас на сайте есть статья, в которой описано, как можно перепрограммировать тучку. Также вы найдете принципиальную схему и прочие полезные материалы, которые вам помогут. У нас есть еще множество наборов по пайке. Переходите на наш сайт earduino.ru. Выбирайте те, которые вам больше всего понравятся. А на сегодня у нас все. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok